Дорогие друзья, всем привет! В этом видеообзоре мы с вами взглянем на одного из самых известных представителей дайверского направления от компании Orient. Это Orient Mako 3. Модель, я думаю, известна многим, если хоть как-то интересуетесь часовой тематикой. Слово Mako да по-любому где-то фигурировало. И вот он перед нами. Взглянем на этого любопытного зверька от японского производителя Orient. Следующим внешним видом, друзья, интересный дайвер, учитывая, что это невысокий ценник. И это один из таких входных билетов в мир серьезных часов. Это все-таки мануфактурный механизм в данном случае. То есть это на самом деле уважаемый авторитетный производитель. И модель очень популярна во всем мире, абсолютно во всем мире на самом деле. 41,8 мм размер корпуса данных часов. Это очень комфортный размер. Возможно, это один из критериев, который повлиял на популярность Mako 3. А в третьем поколении у нас еще добавились такие интересные плюшечки, как обновленный калибр, как сапфировое стекло. Вот комплекс всех этих показателей, плюс, как я и говорил несколько раньше, невысокий ценник для серьезных часов. Наверное, послужили поводом для обретения такой славы. Кроме размера в 41,8 часы обладают толщиной в 12,8 мм, что для механических часов, я бы сказал, что это среднее. То есть это комфортный размер, они не сильно топорщатся над запястьем. И учитывая, что и ушки здесь короткие, что общая высота 46,8, они ложатся, ну, очень комфортно. И на худые запястья, ну, а на крупные, это понятно. И так и так могут лечь, они комфортно. Стальной браслет, стальной корпус, по-любому здесь, конечно же, нержавеющая сталь используется. Давайте взглянем, друзья, на поверхности данных часов. Видим, есть комбинация обработок, это некоторое стенирование на внешних частях ушек, это зеркальные поверхности по основному корпусу, причем форма корпуса такая, с небольшим изгибом. Конечно, полировочка далека от идеального, но, опять же, учтите, что речь идет о часах не слишком высокого ценника. Касательно браслета, 22 миллиметра, по браслету это идет однородное сатинирование вдоль всех его звеньев. И, надо сказать, браслет здесь литой, но браслет не лишен изъянов. Сейчас я его сниму и покажу вам, что я имею в виду. У нас застежечка, есть выбитый логотип с надписью Orient, есть вот такой вот фиксатор. Отщелкиваем, две кнопочки раскрывают у нас браслет. И у нас браслет идет штампованный по застежке. И с досадного момента это штампованные крайние звенья. В принципе, это известный косяк. Ну, как косяк, это, в общем-то, один из отличительных таких моментов браслетов Orient. Их, кто вот серьезно увлекается ориентоведением, часто это все на выброс ставится над какой-нибудь каучук или есть нормальный браслет или ты. Ну, родной, во всяком случае, такой. Давайте-ка взглянем еще на заднюю крышку. Касательно оформления, у нас есть два гравированных дельфинчика. В общем-то, все скромненько. Ну, и служебная надпись, одна из которых гласит, что здесь сапфировое стекло. Вот чем Мака 3 выгодно отличается от остальных дайверов по коллекции от Orient, то есть от Ray 2, от Kana, например. Там стоят минеральные стекла, здесь вот стоит сапфир, друзья. И это, знаете, такая серьезная выгодная сторона именно Мака 3-го поколения. Интересным является Безель. В каком плане интересным? Во всяком случае, он отличается, опять же, от тех же Ray и от Kana. У него довольно любопытный хруст. Я вам сейчас дам послушать его. Я думаю, вы засекли такой двойной щелчок, то есть механизм таков, что мы сначала слышим такие двоечки небольшие. В общем-то, приятный хруст. Есть небольшой люфт в плане доводки, то есть... Ну, в целом, хорошо бегает по корпусу, приятно щелкает. Вот эти вот двойные щелчки не на каждом Безеле встретишь. Ну, как минимум, отличается. Вот видите, небольшой люфт на доводке все-таки есть. По поводу, если уже говорим о Безеле, есть люминесцентная метка на Безеле. Ну и основные метки и стрелки, разумеется, с люминесцентным составом. Хорошо читается. Это действительно такой дайверский уровень. Вот так вот выглядит в полном мраке. Ну и давайте взглянем на циферблат. По поводу оформления, как видите, однородное черное плато и довольно крупные метки. Отличается метка на 12 часах, перевернутый треугольник. Чем особенные стрелки у Мака 3? Это такие остроконечные стрелки. В общем-то, модель еще известна под названием Камасу, а это в переводе Барракуда. То есть, такие, знаете, вот, собственно, стрелочки как раз и похожи на Барракуду. Ну и крупно, отличительно здесь расположилась сдвоенная апертура даты и дня недели. Как видим, она еще обрамлена стальной рамочкой и есть разделитель. Что касается механизма, здесь автоматический мануфактурный калибр от Orient. Конкретно это механизм F6922. Базовый калибр от них, но тем не менее, как видите, он с хаком. Давайте-ка защелкнем, запустим его. Он идет с ручным заводом и автоматическим заводом. Запаса хода хватает на примерно 40 часов. По частоте это 3 Гц или 21600 полуколебаний в час и 22 камня на борту. Можем немножко подзавести. Если вытащить, мы, как видим, останавливаем механизм, подкорректировать время дату, есть промежуточное положение заводной головки для корректировки. Так никак не попасть не могу. Даем ее. Наконец-то. Можем подкорректировать двуязычный день недели. Ну и, соответственно, в обратном положении дату. Защелкнули и, конечно же, вкрутили в корпус для сохранения герметичности в 20 бар или 200 метров. Заводная головка, кстати, довольно неудобно оперируется. Она маленькая, она с странной защитой. Ушки какие-то. Слишком большие промежутки. В общем-то, это смотрится немного странно, если честно. Но, во всяком случае, защита все равно есть. И, может быть, не особо и часто надо оперировать этой заводной головкой. А когда месяц короткий, поменять разок. А так, в целом, автомата должно быть достаточно, если часы носятся на каждый день. Так, смотрим эти часы на руке, друзья. По общему весу на полном браслете это 168 грамм. Они такие увесистые, в принципе. У меня охват запястья 17 см. Напоминаю, часы 41,8 мм. Плюс у них есть такая небольшая особенность. Вот взгляните на безель. Он как будто... Ну, не как будто, так и есть. Он слегка уже. 41,8 мм. Это по самому широкому месту. А вот безель, он примерно 40 мм. То есть такой скошенный как бы корпус. Ушки невысокие. 46,8 мм. И вот моя худая рука в 17 см. Часы выглядят следующим образом. Они четенько, на самом деле, четенько ложатся на худую руку. Ну, она чуть плотнее, само собой. Будет очень добротно смотреться. Итак, это был Orient Mako 3, друзья. Модель знаковая, на самом деле. С хорошим набором характеристики. И, в принципе, доступным ценником от этого японского производителя. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, обсудим. Кто не подписан, можете подписаться, поддержать меня лайком. И всем пока.